Друзья, доброе утро. Сегодня Дима вошел в свою колею. Спит. На улице уже скоро 8 часов. А он дрыхнет. Ну, значит, все нормально дома. Баксик на своем месте. Так, котик. На улице пасмурно. Вот он. Вот он. Ну, в общем, ладно. Пусть сидит. Цветочки мои там надо повыдергивать, которые отцвели. А я сегодня ходила на рынок. Купила молока. Сейчас закипячу. Баксик не мотыляй хвостом, потому что я молоко кипячу. И когти не выпускай. Надо обрезать когти, да? У бабушки отрастил. Давай, кадем сюда в сторонку. Так, молоко кипячу. Купила еще сегодня Иркулеса. Кашку сварила. Пойду сегодня до котиков. Так, а здесь я супчик буду варить. Голень вчера вечером сварила. А сегодня уже супчик. Что я еще купила? А, ну, купила вот этот жидкий корм, чтобы с кашкой мешать. Капустинку, морковочки, майонеза. Ну, для салатика или потом для борща. Хлебушка. Ну, так. Немножко по необходимости. Вот. Сейчас молоко закипит и пойдем до котиков. Мне там говорили, что они подросли так сильно. Еще добавилось. Люди подбрасывают, наверное. все посмотрим. Да, Клаксюша? Ты бабушке тоже запрыгивал? Нет? Ваксик, ты где там? Котя? Ваксик, ты где? Ты тут? Давай слазь. Так, как я говорила, вчера я поснимала полиэтилен. Это только в нашей комнате. Надо еще здесь пленочку, я имею в виду. Ай, да баксик. Ну, смотрите, ну, что это такое? Сидит, толстый жопик, не слазит, не хочет слазить. Поснимаю. А, сделала несколько стирок. Это у меня здесь висит. Ну, баксик. Ну, больно, что ты когти не выпускаешь. И балкон. На балконе полностью все завесило. В общем, все перестирала. И футболочки. Хоть я там и стирала. Ну, знаете, как Ялте, я имею в виду. Все равно машина, стирка, наверное, лучше будет. Не лазь тут. Пробочку мне хочется тащить. Да? Потом надо будет тут навести еще порядок. Вот. Ну, оно уже практически высохло. Я на ночь открывала немножечко окошко. Оно, видите, батарея теплая. И оно быстро высохло. Так что сегодня вечером мне будет еще предстоить предстоит гладить все. Эх ты. Когти сегодня резать будем? Будем. что такое? Что такое? Все. Наготовила окошки, водички взяла. И что еще хочу показать? Видите, в подъезде стекло тоже самое осталось. А здесь у нас на третьем этаже поменяли. Сделали окошко с ручкой. все-таки эти люди просили, администрация прислушалась и сделали. Не знаю, может быть, еще и на пятом, может, через один. В общем, поставили, поменяли. Пока мы отдыхали, поставили с ручкой. Здесь тоже без ручки. Видите, чтобы хоть летом открывать, проветривать можно было. надо будет еще в подъезде помыть. Что тут? Ну, тут цветочки немножечко еще остались. Здесь посохли. Да, здесь уже все, наверное, надо будет вырывать. Я уже за котятами сама так соскучилась. Хочется уже посмотреть, как они выросли. сколько. В общем, идемте. Они меня уже забыли, я думаю. Ну, здесь кормили их. Я просила, еще, я уже говорила, женщина тоже подкармливала. В общем, да, в принципе, тут всегда были, наверное, котята, кошки. Без меня тут было кому подкармливать. Вот он, вот он. Я не знаю этого, что опять назад вернули. Пойдем. Где вы там все? Ой, трава завяла. Все, теперь вас видно. Ой, тут, ай, ой, кошечка пришла. Ты меня помнишь, да? щас я вам дам сюда, переложу. На, те, вот. Один рыжик, один серий. Это как мама. Ну, да, подросли. А где ж остальные все? Что тут у вас? Тут надо им тоже какой-нибудь домик еще принести. Им тут листья набросали. Тут подстилку баксика надо принести. что ж такое? Всего два штучки. Что-то они кашку не очень. Я думала их много, надо по чуть-чуть приносить. Где ж они подевались? Ну, я звонила вчера знакомой, которая кормила, она говорила, что-то почему-то два штучки, а те никого нет. Может, где-то сидят себе укромное местечко нашли. Но этот я не знаю, по-моему, которого забирали, наверное, вернули. А может быть, такого точно и подкинули. В рыжик один трясутся, конечно. Да, котики. принесу какой-нибудь еще ящик. Надо будет на доски ставить, чтобы хотя вон тот ящик, что я приносила, он лежит с пенопластом. Закинули. два штучка. все. Ладно, пойду. Все, кушайте. Дима сейчас проснется. А ты что? Ну, покушают они. Пошел, пошел. Ты тут живешь, да? Тут прячешься. Не знаю, там сухо, мокро. А, тут домик уже соорудили. Там есть у нее домик. А ну, зайду с той стороны, посмотрю, может, там кто-нибудь сидит еще. Там не видно, что будем показать. Тут им нагородили. тряпки сухие. Значит, там тоже должно быть сухо. Что ты тут? Один сидишь и лазит. Ну, никого там больше нет. Все. Наверное, поразбегались. пошла домой. Дедушка пришел. Кашляешь. Кашляешь? Угу. Чихает. Здравствуйте. Собралась уходить. Смотрю, в травке серенький сидит. Подросли, да. Наверное, не голодный. Пришел водички попить, а не покушать. Ну, может быть, соберутся еще и остальные. кто-то на крыше какашкой откладывает. Я пришла, а меня тут уже ждут. Кто-то зарядочкой занимается. Баксик, тоже здесь Фантик гоняет, да? Гоняешь? За тобой тоже все скучали. Скучали все за тобой. Дима тут по утрам разворотики делает. Ну, он и ночью так поворачивается, то на одну сторону, то на другую. Сам. А, ты встать хочешь? А, ну, на эту, на другую сторону, Диме, немножечко сложнее вставать, да? может быть, что привык он на ту сторону. Хотя, когда ты здесь жил, ты, по-моему, на эту сторону, как раз тебя поднимали и ты вставал. так же ложится хорошо теперь просто держится прям за диван за кровать я прижала теперь дима не вытаскивает ее здесь только вверху вот немножко поправляю ты на ту сторону тоже ввозь баксик не будил нас хотя ночью приходил спал в ногах я чувствовал одеяло не потянешь да по ксюша не сильно мне кажется он и скучал за нами я уже говорила с бабушкой мы было хорошо весело они бегали гулялись но дом есть все равно дом все опять олеоп что это там случайно бутылка пустая куда-то свалилась это бабушка говорит такой поливый серунишка ну говорит мышу там следил у бабушки где-то под ванной от что-то шурудилась наверно мышка я ему горд открывала дырочку он лазил туда вылез говорит паутине весь боялась что если мыша выбежит он испугается рыда не мышку он должен схватить он так вот за бумажкой бегает хватает я думаю мы чтобы он схватил посиди я же вам еще не показывала на балконе он тоже у меня целая куча белья в два слоя висит так что ложки предстоит нормально опять вчера же еще побрызгала этим дихлофосом пчел еще нападала тогда целую кучу смела повытирала все равно они там значит ну где-то гнездо есть но не такие сейчас крупненькие у меня никто не укусили вчера вешала белье там жужжала но зимой все равно замерзнут да надо будет собрать еще опа али опа давай на эту сторону поворачивайся я тебе положу подушечки в общем в общем вот так у димы поворотики так и ночью катается по всей кровати а мне приходится перелазить на ту сторону то с краешку до подтягивается в общем вот так все